Профессор Катасонов Россия это Большая Панама Экономика, бизнес в России 22 ноября 8 и 1 Профессор Катасонов, Россия это Большая Панама Как акционерные общества продолжают разграбление страны Валентин Катасонов Комментариев просмотров 2833 Внеочередное собрание акционеров АО КАМАЗ приняло решение Изменить структуру собственников предприятия Основными владельцами объединения должны стать От правительства России и Татарии с лишь по 25% Слэш и ряд банков-кредиторов На фото, во время пикета, 1998 год Фото, Михаил Медведев, ТАСС В своей недавней статье «Капитализм общества с ограниченной ответственностью денежного капитала» Я рассказал читателям историю происхождения акционерных обществ Важнейшей организационно-правовой формы нынешнего бизнеса Как выясняется, акционерные общества сравнительно новая форма организации производственной, торговой и финансовой деятельности на микроэкономическом уровне Первый акционерный банк появился лишь в 1407 году и назывался Банком Святого Георгия Позднее в Италии возникло еще несколько банков, имевших акционерную форму В конце 1617 в.в. на свет родились первые акционерные компании в Голландии и Англии Это были остынские компании, занимавшиеся колониальной торговлей Чуть позднее там же появились вестынские компании, ориентированные на торговлю с Новым Светом Еще позднее появились первые колониальные компании акционерного типа во Франции Бум создания акционерных обществ в Европе и Северной Америке начался в 19 веке В Германии, в частности, после Франко-Прусской войны 1870 вопросительный знак 71 ГГ Этот германский бум получил название «Грюндерство» от немецкого слова «Грюндер-учредитель» Термин «Грюндерство» несет отрицательный смысл Многие акционерные компании учреждались, деньги из доверчивых акционеров собирались, затем акционерные общества лопались, а деньги оставались у грюндеров Курс доллара От черного декабря 2014 рубль не застрахован Менимая затишье способна обернуться бурей на валютном рынке После 1917 года все акционерные общества в Советской России были ликвидированы На их базе создавались государственные предприятия Правовой статус таких предприятий определялся декретом СНК РСФСР от 10 декабря 1921 года о предприятиях, перешедших в собственность республики Однако в том же 1921 году начался период советской истории, который называется новой экономической политикой, НЭП В период НЭПа начался новый акционерный бум «Советская разновидность грюндерства» 1 августа 1922 года Постановлением Совета труда и обороны 100 РСФСР были утверждены временные правила об порядке утверждения и открытия действий акционерных обществ и об ответственности учредителей и членов правления Позднее в Гражданский кодекс были внесены статьи, которые регулировали организацию и деятельность акционерных обществ до введения в действие В 1922 году Было учреждено 21 акционерное общество с общей суммой акционерных капиталов в 62,9 миллиона рублей К 1925 году было уже 161 акционерное общество с капиталом 285,3 миллиона рублей Однако акционирование экономики не очень-то способствовало восстановлению хозяйства, разрушенного мировой и гражданской войнами Зато стали возникать многочисленные акционерные конторы «Рога и копыта» Все это блестяще описано в романах Ильфа и Петрова «Золотой теленок» и «12 стульев» Акционерное дело идеальное для мошенников и авантюристов форма С одной стороны, она позволяет собирать громадные деньги с тысячи даже миллионов граждан, покупающих акции С другой, ограждает учредителей АО от ответственности Те площадки, через которые НЭПМАН и грюндеры собирали добровольные пожертвования доверчивых и охочих дошальных денег граждан, назывались фондовой биржей В 1926 году насчитывалось 114 таких мест добровольной сдачи денег В конце 1920-х годов страна готовилась к индустриализации НЭП стал сворачиваться Вместе со сворачиванием НЭПа окончательно затухло доморощенное грюндерство А в 1930 году акционерные общества были ликвидированы и преобразованы в государственные предприятия Тогда же были закрыты фондовые биржи И так было до 1990 года, то есть Почти до момента развала СССР В СССР на протяжении шестидесятков лет функционировали только три акционерных общества Внешэкономбанк СССР, Всесоюзное акционерное общество Интурист, Ингострах СССР, что было обусловлено осуществлением ими внешнеэкономической деятельности Статус государственных предприятий определялся в Конституциях Всего их было 3 1924, 1936 и 1977 ГГ Гражданских кодексах РСФСР и других союзных республик 1964 грамма Законие о предприятии 1965 год Законие о государственном предприятии Объединении 1987 год В 1975 году в СССР насчитывалось почти 47 тысяч промышленных предприятий на самостоятельном балансе Плюс к этому были еще десятки тысяч предприятий, которые были структурными подразделениями головных производственных объединений В РСФСР накануне развала Советского Союза В 1990 году было 30,6 тысячи дееспособных крупных и средних промышленных предприятий В том числе 4,5 тысячи крупных и крупнейших, с численностью занятых на каждом до 5 тысяч человек То, что происходит в демократической России с момента ее образования в 1992 году, заслуживает название грандиозной Панамы Напомню, что этим словом с конца века стали называть различные акционерные авантюры Происхождение и термины обязаны одной авантюрной истории, которая произошла во Франции После наполеоновских войн в этой стране очень полюбили создавать и банкротить акционерные общества В романе Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» написан в 40-е годы века, есть герой по имени Данглар, бухгалтер и банкир Вот его фраза, которая стала крылатой «Я не против банкротства, но банкротство должно обогащать, а не разорять» Это кредо грюндеров всех времен и народов Так вот, во Франции в 1879 году громогласно было объявлено о создании акционерного общества Которое будет сооружать канал в латиноамериканском государстве Панама Канал должен был соединить два океана Тихий и Атлантический А после пуска канала акционерное общество, как убеждали учредители Будет получать баснословные деньги за право прохода судов из одного океана в другой Это была самая наглая авантюра Деньги из доверчивых граждан были собраны через Парижскую фондовую биржу А акционерное общество вскоре лопнуло Никакого канала, естественно, построено не было Литва уверяет, это не Советский Союз нас кормил А мы и Вовельнюс снова планируют предъявить России счет за советскую оккупацию Мало было заполучить в частные лапы государственные активы Бенефицарам приватизации надо было обеспечить режим наибольшего благоприятствования Для максимально эффективного использования нахалпанного А для мародеров разных мастей, ставших обладателями государственных предприятий Максимально эффективным было выжать из них все соки в кратчайшие сроки Подобно тому, как отжимается лимон Придание приватизированным предприятия статуса акционерных обществ И обеспечивало такую максимальную эффективность Во-первых, можно было собирать громадные деньги за счет эмиссии акций с доверчивых инвесторов Во-вторых, набирать кучу кредитов и иных обязательств А это было несложно делать, поскольку у приватизированных предприятий на первых порах были реальные активы Которые выступали обеспечением кредитных и иных обязательств Все собранные деньги по разным схемам выводились в офшоры и другие безопасные зоны Поддержание и развитие производственной базы финансировалось по остаточному принципу или вообще не финансировалось Когда из полученных активов «Лимона» отжать было уже нечего, то их владелец «Мородер» объявлял о банкротстве А поскольку акционерка представляет собой общество ограниченной ответственности А обязательства ООН не распространяются на личное имущество владельца «Мородера», то он выходил из воды сухим Впрочем, не совсем корректно говорить об этом в прошедшем времени Вместо Ермака биться с украинским Русланом будет русский слон Наш новый тяжелый транспортник может повторить судьбу 100. Справедливости ради следует признать, что таким свойством, как ограниченная ответственность в сегодняшней России Обладают не только ООН, но также юридические лица с кодовым названием ООН Расшифровка «Простая общество с ограниченной ответственностью» ООН по количеству несоизмеримо больше, чем ООН Например, на начало 2018 года, по данным информационной системы SPARC Число ООН в российской экономике составляло 3.613.779, а число ООН – 85.674, в том числе 70.623 непубличных и 15.051 публичных Получается, что число ООН в 42 раза превышало число ООН Но значимость вторых в экономике неизмерима больше Это, как правило, предприятия, относящиеся к разряду среднего и крупного бизнеса Как правило, ООН получили от приватизации 90-х годов жирные куски ОООО довольствовались и продолжают довольствоваться многочисленными крошками, которые образовались при делении государственного пирога чьи отверть века назад На ООН, по оценкам экспертов, в 2017 году приходилось около 85% создаваемого ВВП Примечательно, что в последние годы наметилась весьма высокая смертность в группе юридических лиц, имеющих статус ООН В принципе, это обычное дело в акционерном мире ООН для того и создаются, чтобы лопаться Но параллельно с процессом ликвидации ООО происходит учреждение новых обществ В 90-е и нулевые годы смертность ООО более или менее компенсировалась созданием новых обществ Россия рискует снова наступить на грабли 2008 года, чем грозит нашей экономике увеличение инвестиций в нестабильный газдолг США Тенденция очень тревожная Отчасти, конечно, сокращение количества акционерных обществ в российской экономике свидетельствует о том, что наметился процесс, который классики марксизма-ленинизма называли концентрацией и централизацией капитала, а также монополизацией Происходит поглощение одних акционерных обществ другими Иногда происходит слияние На Западе это называют мердис-амперсант Но нередко мы наблюдаем не только ликвидацию юридического лица, но также уничтожение предприятий Предприятий, в физическом смысле Это предприятия, из которых были выжаты все соки Отжатое предприятие такое, у которого произошла полная или почти полная амортизация основных фондов Несмотря на все ухищрения, Ростат не может скрыть очевидного факта Износ основных фондов российской экономики, основная часть которых находится на балансе АО, нарастает Но цифры Ростата лукавые камуфлируют масштабы деградации производственной базы экономики Приведу некоторые альтернативные официальные статистики цифры из исследования известного российского экономиста Григория Ханина Которая содержит оценку реальной стоимости основных фондов российской экономики и охватывает период 1991-2015 годы Объем основных фондов по остаточной стоимости, с учетом износа, к 2015 году сократился по сравнению с 1991 годом примерно в двух раза Это намного больше, чем потери в Великую Отечественную войну Тогда сокращение составило 33,5% Минпромторг жалуется Пираты автопрома не регистрируются как преступники Стратегию по противодействию контрафакту чиновники успешно провалили, но виновными себя не считают Итак, в демократической России процесс стремительного сокращения числа акционерных обществ отражает не только и не столько концентрацию и централизацию капитала Сколько физическое уничтожение той материально-технической базы, которая досталась России в наследство от СССР Только в период 2000-2017 ГГ, по оценкам независимых экспертов, в стране было уничтожено 74 тысячи заводов и фабрик Согласно другой оценке, с 2005 года по настоящее время навечно закрыто 35 тысяч крупных и средних заводов Еще раз подчеркну, что это цифры, которые отражают не какие-то юридические реорганизации Физическое уничтожение производственных объектов, которые превратились в груды металлолома и развалины цехов Потери, сопоставимые с теми, которые страны понесла в годы Великой Отечественной войны Против России велась и продолжает вестись необъявленная война, которая уничтожает остатки отечественной экономики Одним из эффективных орудий такой войны стали различные общества с ограниченной ответственностью В первую очередь, акционерные общества Они дают возможность учредителям овести войну на поражение при обеспечении полной безопасности учредителей и главных акционеров Очень хотел бы, чтобы те политики, которые искренне и решительно ведут борьбу за спасение и возрождение Отечества, задумались об этом Соответственно, очень настоятельно советую им включить в свои программы требования о немедленной ликвидации в России Института акционерное общество Бизнес в России, Минпромторг жалуется, пираты автопрома не регистрируются как преступники Новости экономики Неужели Россию стали меньше грабить?